Книга открытым оком. Вопрос 1530, 6 том. Тема Святая Библия. Поясните, о каких противящихся говорит псалмопевец Давид? Псалом 67, 19 стих. Ты вошел на высоту, пленил плен, пленил дары для человеков, так чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Что означает пленил плен и какие дары и для каких человеков? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Противящихся все, кто не принял Бога Отца, а затем и Христа во его откровение. Это и отступники, и охладевшие, и затем ставшие врагами, противниками, слугами сатаны. Титу, 3 глава, 3 по 7 стих. Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. 1 Коринфянам 6, 9 по 11 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Христос пленил находящихся в плену у дьявола и тех, кто уже находился в преисподних местах, и находившихся еще на земле, но плененных грехом, сатаной. Уверившие получают с неба Духа Святого Утешителя и руководителя дара благодати и искупления. Деяния 2 глава, 33 по 38 стих. И так он, бых, вознесен Десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, я десну и меня, да коли полно жу врагов твоих в подножии ног твоих». И так твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Ефесянам 4 глава, 8 по 10 стих. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабыл наполнить все». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешит ли, да пребудет с вами вовек». Дары сии – дары веры в искупление в крови Христовой. Дар исповедничества и благовестия дается только верующим, примиренным с Богом Отцом через жертвы Сына Его Единородного. Не потому ли так бездарно сегодня в Церкви, что нет усыновления через искреннюю веру, через личное сознательное принятие Христа, и потому так монотонно, скучно, прозябания в церковной среде и такие бесталанные архиереи и священники, что они, не примирившись с Христом, как гласит Евангелие, не получают и дара ликования во Христе, победоносности шествия со Спасителем Своим и пастырем душ.